Затем пришла посылка с сумками, которую я тоже очень ждала, потому что первый раз заказывала сумки через интернет и волновалась, что будет цвет не тот или качество не очень и не зря волновалась, я вам скажу. Сначала начнем с такой клатч-кошелек, я заказывала вот такой, ну типа барсетка, клатч-кошелек, так вот он разворачивается, здесь маленькое отделение для телефона, здесь есть дырочка, можно вставить наушник, вообще не открывая собственную сумку. Мне это понравилось, я поэтому его заказала. Здесь есть отделение для карточек, здесь есть отделение, это отделение для телефона, есть маленькое отделение на молнии, сюда можно положить денежку, какой-то мелочь и еще небольшое отделение для бумажек, записок и прочее. Сам по себе этот клатч мне нравится, то есть он довольно хорошего качества, он не кривой, как бы все, нитки не торчат, все довольно хорошо, никаких царапин, клей нигде не выглядывает, то есть все замечательно. Закрывается на кнопочку она обычную, здесь маленький логотипчик такой милякий, MM. вот единственное, что расстроила это вот эта ручка, ручка очень плохого качества, такое ощущение, что она вообще не отсюда. с одной стороны она прострочена на миллиметр с двух сторон, а вот с обратной стороны посередине так называемый шов и при использовании он, видите, оттопыривается и вся изнанка видна и вообще сам вот этот ремешок, он довольно мягкий, хлютенький, по сравнению с кошельком, который довольно плотный, они могли бы снизу, вот например здесь внутри, бежевая подкладка, да, вот эта внутренняя часть и такая приятная бархатистая вот здесь часть, то есть они могли бы этот ремешок сделать двойным и сделать, скажем, с изнанки полоску из бежевого кожи зама, но почему-то они на этом сэкономили, это меня расстроило, ее можно было бы носить как барсетку на руке, но ремешок, я вам скажу, очень быстро порвется, и вот здесь тоже кнопочка, которая его держит, она очень слюпенькая и плохо, как бы, считывая, что сам ремешок тонкий, эта кнопочка очень быстро разболтается, этот хвостик оторвется, это меня расстроило, но еще немножко с цветом, тоже не то, я заказывала цвет такой фиалковый, больше ближе к фиолетовому, а пришел такой больше цвет фуксии розовый, я не очень люблю розовый, вот, извините, простуда и украшель, когда говорю, появляется, ну, в принципе, то есть, цвет меня, ну, как, ладно, есть, есть, я же не поменяю, это из Китая пришло, вот, мне нравится вот эта бархатистая внутренняя поверхность, я деление, ну, в принципе, я думаю, что я им воспользуюсь, может быть, когда пойду в оперу или еще куда-нибудь, вот, еще тоже такого же плана я заказала у другого цвета, он чуть побольше, то есть, вот, для сравнения, он где-то сантиметра на 4 больше, вот, и немножко иные у него какие-то функции, то есть, застегивается он не на кнопку, здесь такой ремешок, который надо вытащить из этого изумительного замочка, потом он вот так разворачивается, здесь тоже есть отделение для карточек, причем, так же, как и в Томко, меня очень порадовало, что отделение для карточек, то есть, каждая карточка лежит в своем кармашке, и когда вы засовываете следующую карточку, она не соприкасается с предыдущей, то есть, получается, у каждого кармашка своя подкладка, это супер, я такого в российских кошельках не видела, вот, что меня очень порадовало, и, как бы, у меня бывает часто, что очень много карточек, и они, бывает, когда плотно лежат, они прилипают друг к другу, здесь они нифига не прилипают, потому что они лежат отдельно, вот, так же кармашек внутренний, ну, такой вот, под карточками, там, ну, не очень плотный, вот здесь большое отделение, то есть, сюда можно и телефон положить, но деньги не положить, здесь вот дырочки глубокам, и телефон, какие-то бумажки, произноши, что-то такое, можно сюда положить, и есть кармашек на молнии, собственно, куда можно положить и денежку, и мелочи, что-то еще, вот, он покрупнее, и цвет, вот, цвет именно тот, именно тот, который я заказывала, он такой светло-зеленый, травянистый, вот, очень красивый, очень сочный, такой яблочный цвет, знаете, как спелые зеленые яблоки, вот, точно такой же, очень красивый, я люблю зеленый цвет, и мне очень нравится именно этот клатч-кошелек, вот, гораздо больше, чем фиалковый, и он, как бы, по длине меня устраивает, но тот мне понравился, потому что можно вставить телефон, и вбук, вставить в него наушники, или подключить зарядное устройство, и для этого не нужно вынимать телефон, но здесь такого нету, но этот выигрывает гораздо больше, вот, в общем, я его люблю, я очень рада покупкой, вот, очень довольна, затем были заказаны вот такие вот две сумки, очень мило, что они в таких вот тепленьких, нетканных мешочках, что очень радует, они защищают при пересылке сумку, она не царапается, и все в таком духе, вот, тут оказаны вот такие два цвета, мятный я себе заказывала, и вот такой зеленый у меня подруга заказывала, у одного и того же продавца, но я вам скажу, что очень наразительная разница в этих сумках, начнем вот с зеленой, она такого ядовитого, зеленого, немножко флуоресцентного зеленого цвета, прям режет глаз, очень яркая, вот, она здесь на кнопке, на магнитной, вот, в принципе, здесь еще ручка есть, вот, качество, я вам скажу, что хорошее, не сказать, что плохое, хорошее качество, вот, большое отделение, то есть там особо никаких кармашков нет, вот, маленький кармашек впереди и внутри отделение большое и все, вот, но сама по себе сумка довольно хорошего качества, то есть нитки никакие не вылезают, нигде не поцарапано, нет никакого брака, их, в принципе, не видно, этого брака, вот, в том плане, как какие-то, не знаю, оттопыренные вещи, то есть строчка, некачественно такого нету, все довольно хорошо, и, ну, не к чему придраться, хорошая сумка, и по ощущениям, то есть она такая мягкая, материал мягкий, это кожа, это видно, кожа такого цвета не бывает, но он, как бы сама по себе сумка, она такая пружинистая и мягкая, а мятная сумка совершенно не такая, она жесткая, она совершенно из другого материала, да, она тоже блестит, она прикольного такого серебристо-мятного цвета, смысл в ней тот же самый, то есть одно большое деление, маленький кармашек впереди, но она жесткая, вот, то есть я заказывала себе сумку и надеялась, что она будет мягкой, а она оказалась жесткой, и цвет, я вам скажу, совершенно не тот, что на сайте, на сайте приятный такой, реально мятный цвет, такой вот пастельно-зеленоватый, ну, серовато-изумрудный с пастелью, это сложно объяснить, вот, но я ссылку оставлю, и вы ее увидите, эту сумку на сайте, ну, еще зависит от того, как у каждого компьютер показывает изображение, но цвет, если вот вы знаете, что такое мятный цвет, вы его видите сейчас на экране, но сумка не такая совершенно, она гораздо светлее, и цвет мне не очень нравится, вот, она скорее бирюзовая, с очень-очень-очень-очень большим количеством белого цвета, я как художник вам говорю, вот, просить меня, вот, вот, ну, теперь все, надо пользоваться, в общем, вот, затем я заказала тоже две сумки, они одинаковые, кстати, тоже мятный цвет, вот, сравните, это совсем другой продавец, у него мятный цвет, и это мятный цвет, без комментариев, вы видите разницу, что маленькая сумка, она гораздо светлее, я вам хочу сказать про эту сумку, я обязательно оставлю ссылку, и десять раз ее подчеркну, никогда у этого продавца не берите сумку, во-первых, сумка жутко воняет, я когда выпущу ее из упаковки, я офигела, то есть у меня прямо в нос ударил какой-то отвратительный, вонючий запах, видимо, это, либо это краска, то есть сумка покрашена, и эта краска воняет, либо это сама, сам кожзам так воняет, либо, я не знаю, это что это, заводская халтура какая-то, вот, потом, качество сумки, то есть, во-первых, она большая, она огромная, она, видите, в экране вылезает, вот, я не знаю сколько, сантиметров тридцать, на двадцать пять, наверное, я думала, что она в половине меньше, наверное, была бы, но вот она довольно большая, и качество у нее не очень, то есть, сумка плохая, я заказывала в Reflame похожую, и пожалела, и это тоже самое, сумка, ручки очень тонкие, они протрутся очень быстро, строчки все видны, то есть, нитка там торчит, нитка здесь торчит, края не обработаны вообще никак, вот, подкладка, да, она из хорошего такого материала, она коричневого цвета темного, она видно, что, как бы, это не синтетика, это, ну, процентов пятнадцать в синтетике ценная ХБ-шка, пропитанная просто чем-то, чтобы, ну, там, запахи не поглощало, и все такое, вот, здесь есть внутри кармашек на молнии, есть просто кармашек там, для мобильника, ну, и все, одно отделение, есть еще такая фигня для ключей, ничего-то там произного, которая не как обычно у нас в России крепится там на колечко, на карабин, а она просто тупо пришита сюда, и вы этот карман можете только отрезать, вот, это меня расстроило, вот, потом еще очень такая странная застежка болтается в такой хлястик, который ни к силу ни к городу, и вот с этой стороны есть маленькая такая синтифлюшка, которая гораздо меньше по размеру, чем хлястик, и вы этот хлястик должны просунуть в эту синтифлюшку, в которую хлястик в принципе не лезет, видите, она, она просто меньше, и вы хляст застегнете. В итоге вам надо будет отрезать хлястик, который вам не нужен, на эту синтифлюшку повесить брелок, не знаю, отрезать этот карман, который тоже не к силу, им можно пользоваться в принципе самостоятельно, то есть класть туда проездной, еще что-то, вот, карман тоже, кстати, не очень хорош в качестве, молния пришита плохо, концы выглядывают, они никак не скреплены, не застрочены, и собачка рано или поздно просто выскочит. Вот, таких сумок я заказывала две, себе и подруге, они одинаковые по цвету, одинаковые по качеству, но, честно говоря, это самая худшая покупка, потому что они больше всего меня расстроили. Сумки вонючие обе, и обе очень плохого качества, и вот, ну, я не знаю, что еще сказать, плохие сумки, но придется ими пользоваться, не знаю, я попробую, простите, попробую их постирать, может быть, все-таки мылом, как-то протереть, не постирать, а протереть, может быть, уйдет эта вонь, но они воняют отразительно, как будто, я не знаю, скоты на сале, извините. То есть, по сравнению вот с маленькими сумками, которые пахнут кожзамом, действительно, ну, немножко кожей, может быть, это, нет, это кожзам, я знаю, как он выглядит, я с профессиональной точки зрения, и края обработаны, именно как кожзам обрабатывают, но она пахнет приятно, она пахнет таким кожзамом, кожей, чем-то таким мягким. Эта сумка большая и воняет отвратительно, я не знаю, что с этим делать, не знаю, положу ее зимой на балкон, пусть проветрится, а весной посмотрю, если запах останется, тогда помою жидким мылом, ну, и буду пользоваться, а что с ней делать, купила же. Вот. И последнее, что тоже заказывала подруга, вот такую большую сумку, такого розового цвета, она с фактурой как будто плетения, такая плетеная корзина как будто. Вот. Цвет, на самом деле, я даже не знаю, как сказать, заказывали мы вместе, сейчас она выбирала, я заказывала. Вот. Цвет должен был быть спелый арбуз. Я вам скажу, это не спелый арбуз, это далеко вообще не арбуз. Вот. Цвет скорее такой розово-оранжевый какой-то, даже я не знаю, мне сложно назвать этот цвет, но это точно не арбуз. Вот. Он гораздо более насыщенный и больше в такой персикл оранжевый уходит, нежели в розово-красный. Такая будет, собственно. Вот. Но сумка по качеству, по сравнению с вот этими мятными сумками, вот эта сумка гораздо лучше. Качество это видно сразу, это видно по ощущениям, по фактуре и, собственно, по запаху. То есть, редкий запах нос не ударяет, когда я ее распуковала. Она пахнет точно так же, как и маленькие сумки, чем-то таким кожаным. Вот. Здесь большие ручки, они мягкие внутри. То есть, там есть какая-то прослойка, они такие круглые. Их удобно будет носить. И они не будут перетираться, пережиматься, как-то сгибаться и внешний вид свой портить. Вот. Сумка. Снаружи имеет вот такой кармашек. То есть, он довольно такой широкий, местительный. Там ключи, проездной, что-то сюда можно положить. Внутри есть такой магнитный замочек посередине. Это тоже довольно удобно. Вот. Здесь всего одно, к сожалению, отделение. Оно довольно такое большое. Как бы, прямо много всего можно положить. Вот. Есть маленький кармашек с другой стороны. То есть, вот здесь, где есть внешний карман. Здесь есть такой же внутренний карман на молнии. Такой же большой. А с другой стороны маленький кармашек. Но здесь я вам скажу, что подкладка плохая. Здесь подкладка синтетика. Она очень быстро поползет. По швам расползет. Если напихивать сумку очень много всего. Обязательно вырвется с мясом молния. То есть, посадка хреновая. Что еще? Еще присутствуют вот такие странные мюшки. Они с кнопками. Но я не могу понять, как это работает. То есть, сумка... А, вот. Вот. Такая система странная. Так. Вы застегиваете молнию. Причем, вот опять же. Видите? Молнию. Подкладки много. Ее хочется сюда завернуть. Но она вылезает. Молнию застегнуть невозможно. Подкладку заедает в молнию. Но с трудом. Вот. Она, да. Ее засосала сюда. В молнию. Так. Ну, вот. Не получается так. Нормально не получается. Это говорит о китайском качестве. Что подкладка так близко к молнии не пришивается. Для людей, которые занимаются изготовлением сумок самостоятельно. Знают, что подкладку надо пришивать на расстоянии. Вот здесь вот жопка, она вообще как-то торчит. И подкладка пришита не внутри сумки, а снаружи сумки. Это вообще такой нонсенс. Я даже не знаю, что с этим делать. Это внутрь надо заправить, наверное. Вот такая стигня получается. То есть, с этой стороны торчит подкладка. И с этой стороны торчит подкладка. Это не есть хорошо. Вот. И серый кусок. То есть, и сумка розовая, а подкладка серая. Ну, молнию мы застегнули. Потом, видимо, делается вот так вот внутрь. Вот это все заворачивается внутрь. Кстати, молния расходится. Вот так мы ее заворачиваем внутрь. Не знаю зачем. Странная сумка. Потом вот так вот магнитом застегиваем. А вот эти вот штуки, я не знаю зачем. Видимо, еще можно сделать вот так вот. Кнопки, которые не застегиваются. Очень другие и не подходят по размеру. И получилась такая вот серия. Зачем это? Я не знаю. Короче, но это тоже подруга будет развиваться. Зачем эти штуки? Может, она их отрежет. Но конструкция у сумки очень странная. Она по качеству гораздо лучше. Она более мягкая. Она не вонючая. Строчки более качественные. Нитки не торчат. Ручки хорошие. Но застежка – это что-то непонятное. Вот. То есть, сначала вот эти штуки. Ну, какая-то очень странная сумка. И молния расходится. То есть, вот. Я ее застегнула, а она уже разошлась. Это говорит о том, что подкласска пришита неправильно. Вот. И это мучительно больно. Вот такой вот получился наш обзор сегодня. Извините за качество видео опять же. Я это снимала первый раз на камеру. На новую. И у камеры качество тоже не айс. И некоторые детальки, которые довольно маленькие, они получились не четкие и расплывчатые. Но я хотела поделиться с вами обзором своих покупок. В какой-то мере удачных, в какой-то нет. И вот, собственно, поделилась. Ждите следующего видео. Была рада с вами пообщаться. Пока.